Почему нельзя игнорировать запоры ни в коем случае? Если у вас хронические многолетние запоры, то тем более не нужно рассчитывать, что это ваша особенность, и всё само собой устаканится. Меня зовут Лисенкова Ольга, здесь всё о медицине и здоровье простым языком. Если есть запор, давайте разбираться, чем это может грозить. Во-первых, может быть элементарно механическое препятствие для прохождения содержимого кишечника наружу. Это может быть растущая опухоль. Если хронические запоры, это говорит о том, что, скорее всего, у вас очень плохой желчный отток, и нужно работать с желчным пузырём. А если он уже удалён, тем более нужно работать с желчным оттоком. При хронических запорах, когда кишечник стоит колом, естественно, у вас катастрофически нарушено усвоение питательных веществ, белков, жиров, витаминов, микроэлементов. Зато в кровь начинают снова всасываться те токсины, которые есть в желудочно-кишечном тракте. Ничего хорошего, как вы понимаете, в этом нет. Когда кишечник постоянно наполнен, растянут, особенно толстая кишка, тогда возникают каловые камни, формируются дивертикулы, то есть такие кармашки выпячивания в стенке кишечника. В них может застаиваться содержимое и вызывать воспаление. Это называется дивертикулит, который сопровождается выраженным болевым синдромом и часто является поводом для хирургического лечения. Если вы хотите избавиться от запоров, если они вас уже одолели, переходите по ссылке в комментарии и регистрируйтесь на бесплатный вебинар «Здоровый желудочно-кишечный тракт. Основа жизни». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова